Приветствую всех на канале быстрейсер.ру. Сейчас будет тест педалей Logitech с датчиком на тормозе, с датчиками пола на газе и на сцеплении, и также они установлены на педал стенде. Такая стойка, которая может приукрасить ваши педали, сделать их более гибкими настройками и очень удобными. Также вы можете пользоваться ими как перевернутыми от GT, так и в стандартном положении Формулы 1. Выглядят они поближе. Все отлично отрабатывает, они у меня не закреплены, стоят на почти горизонтальной поверхности, упертые в бортик. То есть можете их использовать без кокпита, а можете поставить на кокпит. Выведу все сюда и просто проеду по замечательной трассе, не гоняясь зачем, просто тестируя педали здесь сцепления. Сейчас протестирую. Все отрабатывает. Переключаемся и едем по моей любимой трассе. Это северная петля, длинная, с разнообразными поворотами, красивая и можно протестировать и выявить недочеты в педалях и быстренько исправить. Или же просто проехать. Эти педали впервые ели по этой трассе. Усилие на тормозе я поставил 1.60, то есть это очень слабенькое усилие, потому что я еду босиком специально. Протестировать босиком решил и поставил такое усилие, чтобы мне было комфортно давить на педаль тормоза и не ощущать дискомфорт. Потому что если вы поставите больше усилия, то надавить босиком больше 25 кг как-то будет не очень комфортно иметь это в виду. РФА-19 позволяет вам настраивать педали тормоза прямо во время движения на любое комфортное значение. Видели, да? Когда перетормаживается, колеса блокируются и вы можете сразу же отпустить тормоз, чтобы вписаться в поворот. Поревлики здесь очень жесткие. Усилие на руле у меня стоит 75%. Это очень много. Прямо как на настоящем болиде. И удержать, когда заезжаешь на поревлик, тяжеловато. Медленный поворот и плавный разбор. Датчик пола позволяет очень плавно нажимать на педаль газа, так как нет трущики светлых деталей здесь вообще и нет никакого сопротивления. И отзывчивость очень-очень хорошая. Видели? В поворот вхожу, перетормаживаю, потому что у меня маленькая нагрузка идет на торможение. Специально такое сделал. И отпускаю тормоз, вхожу в поворот и дальше торможу. Это все сделано так же, как и на реальных таких автомобилях, на реальных автомобилях, на которых вы привыкли ездить. И так же и на спортивных автомобилях все то же самое сделано. Отличается только усилием нажатия. Вы можете это так же настроить прямо во время движения. Вход педали и нажатия усилия так же дополняется при помощи бамперов, которые идут в комплекте. То есть на тормозе... Сейчас пропущу нервного бута. На тормозе идет с тормозом в комплекте три бампера латексных, которые можете поставить и менять нагрузку. В зависимости от усилия или автомобиля, на котором вы хотите имитировать поездку. Чтобы она была аутентичной, настоящей. Так же подпедали свободны до того момента, пока гидравлическая жидкость не сожмет колодки. Так же этот промежуток можно регулировать прямо на основной педали. В открытых педалях это очень удобно делать и менять бампера. В закрытых педалях вы бампера не сможете поменять. В закрытых имеется стандартных ваших. Вам надо будет снять верхнюю крышку кожу, чтобы их поменять. А вот вход педалей вы можете менять и на стандартных пластиковых педалях в пластиковом корпусе. Не только на педал стенде стойки. Ну, педал стенде стойки можно еще дополнительно настраивать. Лучшие ощущения и быстро это все делается. Так же легко настраивать датчики холла, которые тоже в моих конфигурациях, модификациях можно настраивать. Датчики холла в принципе настраивать физически нельзя, но у меня это все можно сделать. Можно менять зону схватывания. Сделано специально, чтобы вы могли играть на PlayStation. Там, где сама игра, симулятор или аркада не позволяет настраивать сцеплинию, например, или газ в зону схватывания. Здесь вы можете один раз настроить и все. И у вас будет во всех играх одна и та же знакомая конфигурация, что хорошо влияет на мышечную память. Потому что мышечная память это такая вещь, которую раз попробовал и привык, уже не забудешь. Всегда можешь подстроиться так, как тебе надо или подстроить. Мои уже едут на настоящем болиде ехал. Болид с малой прижимной силой, без спойлеров. И на кочках надо быть аккуратным. Педал стенд, на котором они установлены, позволяет очень быстро и удобно переворачивать педали. Работать можно как на Thrustmaster через переходник или через переходник плюс переходник RJ12 подключать к компьютеру и уже не зависеть будут эти педали ни от какой базы. Просто включили в компьютер и все. А также можно легко переворачивать. Если на базе Thrustmaster мне достаточно будет нажать кнопку и перевернуть, инвестировать в газ сцеплением положение, то для Logitech это делается не менее удобно. Просто откручиваете три болта с одной стороны, три болта с другой стороны педалей, ну, в газ сцепление и переставляете их физически местами в газ сцепление. И тогда вам не надо переставлять верхние площадки вот эти, которые на газе она длиннее. И если вы их повернете, то она будет здесь. А если вы физически переместите, что очень делается это удобно, то просто быстренько перемещаете. Также эта стоечка позволяет в GT формулам положения менять наклон педалей. Но это уже, если у вас скопить не позволяет менять саму площадку, вы можете поменять наклон педалей. Ну, или же вы играете без каких-то то же самое, в зависимости от вашего положения. Играете вы за столом письменным или же какими-то тумбочкой низкой. Вы также можете подобрать для себя комфортное значение. Кстати, вот это вот положение GT, когда перевернутые педали, очень удобно для таких вот именно случаев без каких-то. Когда вам надо будет, ну, педали стоят очень близко к стулу. И вам удобнее давить сверху. В педали фиксируются, педал стенд, при помощи специальной подошвы. Которая позволяет закрепить саму подошву и убирать педали при ненадобности. У вас будет просто 1-сантиметровый такой бугорок. Порядка 40 на 40 сантиметров точно не знаю, не помню. И ничем не будет мешать. И вот интерьер. А когда захотели погоняться, поставили педали, перевернули так как хотите и поехали. Так что вот такие вот тесты. Отличная конфигурация. Вот как работает газ, как раззывчивость всего. Ух ты, толпа несется. Пропустим толпу. Не будем мешать. И будем заканчивать, наверное, тест. Сами видели, как они прошли это испытание. Нареканий вообще никаких. Только одни эмоции. Бевосходные ощущения. О, кто-то вылетел, проплил. Так что любите Simracing. Делайте обновления в своей конфигурации, чтобы понять, как могли чувствовать себя пилоты тех времен. Или же современности нашей на разных полидах. Ощутить это один к одному. Или приближенно один к одному. Симитировать. Позволят наши модификации. И вы поймете, что управлять автомобилем это тяжело и очень интересно победить. Скорость. Побери автомобиль. Перекрещать. И отлавливать машину. Так как в реальной жизни и в реальной жизни вы будете меньше ошибаться. А это ваша жизнь. Все. Всем пока. Не буду задерживать. И я поехал дальше. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok